Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями, что происходит в Украине. Зачитаю сводку новостей и покажу карту обновленную. Вот уже здесь последние, как сказать, события, последние данные. Полностью обновленные карты на 20 января. Вот даже видно, что Солидар под контролем сейчас армии РФ красной точкой. И Бахмут, восточная часть, тоже как бы пытается обхватить с этой стороны. Но пока Бахмут все еще нормально под контролем ВСУ, держит оборону. И вот последние новости российское издание. Ужженные сил России освободили населенный пункт Лобковая в Запорожской области. Российские военные освободили Лобковой в Запорожской области. На этом направлении потери украинских войск составили до 90 военных. Заели в пятницу в Министерство обороны России. Сейчас покажу на карте, где это. Вот Васильевка. Вот здесь этот поселок Лобковое. Здесь Орехово. Почему-то, если так, я уменьшу. В общем, это направление дальше Гуляйполе там будет уже. В общем, вот Запорожье. Сейчас здесь идут ожесточенные бои по этой линии. По линии Орехова и по Логе. Так, что здесь пишут еще сейчас. На Сморозском направлении успешными наступательными действиями подразделения Восточного военного округа армии РФ освободили Лобковой в Запорожской области. Так. Общие потери противника за сутки составили 90 украинских военнослужащих, убитые райными. Четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица Акации, две гаубицы, Д-20, Д-30. Добавили Министерство обороны России. Еще такая информация, что сейчас самые вагнеровцы, в общем, и вся это, как сказать, командование армии РФ бросило направление Запорожья почему-то в атаку. Вот по этим картам я вам покажу сейчас. В общем, Бахмут, понятно, здесь идут бои. Но, понимаете, сейчас зажглись красно-синим огни вдоль этой линии. Вот, в районе Орехова, Гуляйполе, видите, идут бои. Васильевка, я вам говорил, и вот здесь Каменска идут бои. Раньше было поспокойнее, а сейчас обновленные карты начались боестолкновения. Потом я вам объясню, почему. И вот такая информация, что пишут в российском издании, вооруженные силы России взяли под контроль 4 населенных пункта Запорожской области. Российские войска взяли, типа, под контроль 4 пункта под Орехово, ну, в Запорожской области заявили там в генштабе армии РФ. И вот, что подробнее, я говорю, вот от Орехово, вот тут идут сейчас бои под Орехово. Уже видно по карте, что вот красно-синем точке, горящие, значит, идут бои. И вот, что заявил Арестович, почему здесь начались боестолкновения. Арестович рассказал о реальной причине, так называемой, шевелении войск РФ на Запорожском направлении. Задача оккупантов, то есть армии РФ, отодвинуть подальше украинскую артиллерию, для того, чтобы она не доставала по железной дороге и не оперезала пути снабжения в этом направлении. Вот Арестович, сейчас я вам покажу на карте, как это выглядит. В общем, здесь направление, вот, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, и здесь железная дорога проходит. И ВСУ постоянно артиллерийским ударом и хаймерсами все обстреливают, не дают снабжению, как бы сказать. Ну, чтобы поснабжать вооружением, боеприпасами, продовольствием. Постоянно переобстреливают. И теперь Путин, как сказать, дал приказ своему генштабу, чтобы отодвинуть сюда, в районе Запорожья, чтобы артиллерия не доставала. Как бы вот не было обстрелов этой территории. Вот, что еще Арестович заявил. Так, никаких... В общем, речь идет о направлении Волноваха, Мелитополь, Токмак, по которому ВСУ наносят болезни и удары и режут логистику россиянам. Вместе с тем украинцам не стоит думать о повторном взятии Запорожья. В общем, задача стоит не наступательная. Ни на ком взятии Запорожья, Камышевахи не идет речи близко. Они не способны этого сделать. Эта пытка немного сдвинут артиллерию, чтобы хотя бы на несколько километров она перестала доставать, заявил Арестович. Также он прокомментировал ситуацию под Бахмутом Солидаром. Ну, вот этот многострадальный Бахмут, Солидар. Ну, все видно по карте, что, видите, в кольцо берут Бахмут. Вот с этого направления, с восточного и западного в клещи. Здесь по карте показано, там по той карте, что Бахмут, сейчас я вам покажу, вот, правильно, видите, красной стрелкой, значит, Бахмут идет окружение, вот, с восточной стороны и со стороны Солидара. Все правильно. И вот Арестович еще заявил, ситуация под Бахмутом Солидаром. Там сейчас идут тяжелые бои. И в Авдеевке, и в Маренке. По словам экс-советника, по-прежнему это одно из главных направлений, на котором противник сосредоточил свой удар. Туда Россия истянула свои кадровые войска. Спецназ, десантников, наемников ЧВК. Однако, ВСУ стоят там насмерть, как и на всех украинских территориях. Арестович отметил, что значительное увеличение количества пленных, сейчас увеличилось РФ, под Солидаром. Что говорит о неудачах россиян в прямых столкновениях. Увеличилось количество пленных под Солидаром. На самом деле, Солидар узловая, типа, один из узлов большой части обороны. Там сейчас идут бои около Солидара, много очень российских пленных. Что такое пленные? Это значит ближние бои, неудачные бои для противника. Почему такая интересная информация о Тарестовиче? Поехали дальше. Сейчас украинские бойцы с помощью артиллерии уничтожают много войск армии РФ. Вот здесь группа Птахи, Мадяры ликвидили сразу 27 оккупантов. Я вам скину ролик, сами посмотрите. Этот ролик, продолжение вчерашнее. Я вчера еще выпустил три ролика. У них там есть позывные сват, свят, на что артиллерия при слаженной работе разбивает попытки вагнеровцев атаковать. Очень много вагнеровцев бросают на убои. Пушечное мясо, они идут и в окопах потом продвигаются. Потом артиллерии их... Ну, очень точно эти эскаблуры, это современная артиллерия, очень точно в эти окопы, удивляясь, она попадает 100%. Там по 20, по 25 сразу убивают. Его сейчас 27 тоже потеряла, как сгруппировка пригожинская. И вот здесь сегодня показали видео из Солидара, где отдельная артиллерийская бригада ВСУ, координирующая действия с группой Мадяра. В ролике накрыли штаб, полевой склад вагнеровцев. Окупанты используют жилые дома и дворы для штабов и складов, после чего артиллерийские разбивают их издалека. В общем, артиллерия очень мощная, ВСУ вот этим помогает, натовская, побеждает на этом направлении. И вот еще касающе Макеевки, где погибли очень много мобиков, появилась такая информация, конкретно список, кто погиб. Сейчас я вас ознакомлю. Нам прислали список людей, сейчас судьба неизвестна. В общем, 61 человек погибшие уже зафиксированы. Блогер рассказал о судьбе некоторых пропавших без вести, подчеркнув, что каждый из них погиб вовсе не защищая родину, а просто доехал до здания ПТУ, где я встретил свою смерть. Хаймерса, да, ударили, три Хаймерса. И считается, там вообще вывезли 6 КАМАЗов, убитых россиян. Там посчитал, кто был очевидц, говорит, до 500 человек, это минимум. Вывозили, вывозили, все засекретили. И вот списки я вам сейчас предоставлю. Вот так, командиры, в общем, командиры виноваты. Они всех собрали в одно место, Новый год, заставили слушать речь Путина в актовом зале. А Хаймерсон и Сеударь, вот эти все люди погибли. Вот, я сейчас вам пролистаю фамилии этих людей. Вот, начиная от первого и кончали дальше. Вот, все эти фамилии. Конкретно люди, которые уже все с документами зафиксированы. Вот, смотрите сколько. Это только уже официально. Даже эти источники, вот, 61 человек официально. Там 10 раз больше, ребята, погибло. Потому что, я говорю, специально закрыли всю эту зону, заблокировали, никого не допускали и КАМАЗами вывозили. Даже очевидцы, говорит, там страшно, говорит, сколько их было, говорит. Говорю, точно где-то до 500 человек погибло. Ну и вот сейчас последняя информация, где-то последние потери. Ну вот, я говорю, 770 человек за сутки. Потеря армии РФ. 119 300 человек. Танков плюс 3. 3 139 БТР, БМП плюс 6. 6 241 артиллерий плюс 7. Так, самолеты и вертолеты на месте. Так, 4 беспилотника сбили. Ну вот, видите, данные все. Вот здесь показаны. Так, потери конкретно. Украинские, да, подсчитывают. Так, я говорю, примерно ориентировочно, ну правильно. Потому что сейчас уже там скоро воевать, уже 4 месяца после мобилизации. Будет скрыта мобилизация. Песков говорит, типа, мы не будем объявлять, а будем просто, понял я, повестки присылать на дом и все, чтобы сами приходили. А если объявить будет опять паника, опять россияне все будут убегать. Ну им перекрыли уже выезд России. И там, говорит, мобильные пункты стоят, чтобы не упускать этих призывников туда, чтобы не убежали. Вот еще погиб один самый российский хоккеист. Мать отговаривала его идти на фронт. Александр Подставкин, он хоккеист, играл в хоккей, как сказать, был спортсменом. Правда, о его смерти только недавно узнали. Вот он повестку получил в сентябре 22 года в военкомат. Его мать Людмила пыталась отговорить его от службы, но напрасно. В начале декабря Александр из группы мобилизованных был доставлен в Ростов. Оттуда упал на фронт. Так, спортсмен там продержался месяц. Вот фотографии. Вот жена с мужем. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Дорогие друзья и родственники, сегодня состоится прощание с моим любимым мужем и папой наших дочек Чебаркуль. Вот, видите, на фотографии хоккеист и жена. Остались дочки, двое детей без отца. Так, его подразделение упало под обстрел, и сам хоккеист был ликвидирован. Недавно спортсмена похоронили в российском городе Чебаркуль, в Челябинской области. Ему было 30 лет. В своей профессиональной карьере он уступал за команды здесь. Челябинский трактор, какой-то играли, Смоленск играл и Чебаркуль играл. В общем, был хоккеист, там такой известный. И вот он погиб. Вот его фотография, вот он в форме. Так, и вот еще одна такая пропагандистка выпала из 14 этажа в центре Ростова. Она поддерживала войну в Украине, активно выступала за эту войну. И, в общем, вот что пишут, она разбилась. Стало известно, что в центре Ростова на дно разбилась на смерть, выпав 14 этажа одиозная российская блогерша Ангелина, Леди Ночь, оказывавшая информационную поддержку российской армии и ее преступления в Украине. Время называемой спецоперацией. Вот она в пилотке и буквой Z. Так, вот ее фотография. Кто-то пишет, ей помог выпасть из окна. Могла ли она нажить врагов? Думаю, запросто. Кто-то ей мог отомстить, учитывая ту манеру общения, которое она, типа, ну, вела агрессивно, как бы сказать. Оскорбляла, видно, ВСУ. И она кричала за Путина, за наших. И вот она погибла. Симпатичная была девушка. Видите? Она славилась скандальным характером давно. Была завсегдателем многих чатов, интернет-сообществ. Постоянно конфликтовала с теми подряд. На разные темы. И матерные выражения использовала. И вот тут пишут. Ангелина, Леди Ночь, погибла. Трагически выпала из 14 этажа Ростов-Дону. Вот приехала скорая помощь. Она скончалась от припадения, от этих травм. В общем, вот судьба российской пропагандистки. Надо же, Ростове-Дону кто-то помог ей выпасть из 14 этажа. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.